Шаббат шалом! Слава нашему Господу! Удивительно, конечно, действует Бог, действует Святой Дух. В прошлый Шаббат мы с вами говорили на такую тему. Кто помнит тему, кстати? Да, на иврите это Ада Кец. И вот эти стихи, да, их не один стих, их много, говорят, что нам делать, чтобы правильно прожить свою жизнь Ада Кец, до конца. Сегодня Пороша Шавуа Микец. То есть в понимании верующего человека есть путь, который он проходит до конца, и есть путь, который он от этого края, как бы, двигается потом дальше. В этом я вижу очень хорошее духовное начало и принцип. На протяжении многих лет мы с вами говорили об случаях, о героях веры в период Хануки или в период вот этих войн, которые предшествовали ханукальному чуду. Конечно, мы все хорошо знаем эту историю. Мы с вами помним хорошо старца Алиазара, который в 90 лет принял смерть и не пошел на поводу у якобы друзей его, да, чтобы не дать плохой пример молодому поколению. Мы с вами помним, как умерли семь братьев и их мать в течение одного дня. Мы помним подвиги, которые совершал Иуда Маковей, его братья. Во всем этом есть очень много учения и примеров для нас. И сегодня я хотел бы еще более углубить наше понимание периода Хануки. И, как я сказал, каждый год я прочитываю в период Хануки все три маковейские книги и черпаю оттуда и вдохновение, и глубину учения, а также нахожу там духовные принципы. И сегодня я хотел бы раскрыть один из этих духовных принципов, без которого нет осознания, как жить в Боге и что нам делать. И для меня вот это действие Святого Духа в нашей общине выражается в том, что Порошад Шавуа, которая, казалось бы, ну как она могла быть связана с темой проповеди, и которую я хочу сказать, она действительно имеет эту связь, потому что так же, как Иосиф был использован Богом, и он понимал, что его использует Бог в том месте, в этом месте. Если вы помните конец этой истории, когда пришли братья и стали в конце уже жить в Египет, и они боялись, что Иосиф начнет им мстить, Иосиф сказал, не бойтесь, это Бог меня послал перед вами. Понимаете, насколько по-разному можно видеть жизнь? Один человек носит за пазухой камни, собирает их и ждет момента, чтобы... Другой человек говорит, да расслабьтесь, все нормально, это Бог так делает в моей жизни. Чего вы переживаете? Но они все равно боялись. Знаете почему? Это тоже очень важный духовный принцип. Все мы судим о других людях, исходя из своего внутреннего мира. И если мы хотим судить о людях так, как это делает Бог, нам нужно, чтобы внутри нашего сердца поселился Иешуа, чтобы там был Святой Дух. Тогда мы будем смотреть на людей так, как Он их видит, из нашего сердца. И тогда мы действительно сможем вмещать этих людей, списывать этим людям что-то, прощать этих людей. И вы знаете, в жизни бывают такие ситуации, когда кажется, ну невозможно, невозможно уже выдержать все это. Просто вот окружение родственников, не знаю, сотрудники на работе. Есть места, когда с радостью идешь на работу, а есть работа, ты идешь туда каждый день, как на пытку какую-то. Бывает такое. Но Бог помещает нас в эти условия, понимаете? Тема, которую сегодня я хочу раскрыть, это духовное семя. Семя. Мы все последователи учения величайшего из всех раввинов, когда-либо живших на земле, Ишуа из Назарета. Это был молодой раввин. И мы все последовали его учению, его толкованию Торы, его пониманию заповедей, как их правильно исполнять, и многие другие вещи. И хотя Машех, прожив жизнь на земле, мог иметь только духовных людей, вот это духовное семя было обещано Аврааму, в твоем семени благословятся все племена земные. Помните вы это благословение? В данной проповеди слово «семя» я хочу взять как ключевое, определяющее смысл слова, самое главное для нас. Мы помним также впервые, когда Бог говорит благую весть, Бессура или Евангелие людям, Он это делает в Эдемском саду. Третья глава Берешит, пятнадцатый стих. Когда Он говорит, Хави, я вражду положу между семенем твоим, между семенем змея. Оно будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. Но там написано в русском тексте «оно». Если вы откроете пятнадцатый стих, вы увидите, в русском тексте написано «оно», как бы семя среднего рода. Но в иврите отсутствует средний род. Есть только мужской и женский. Не бывает середины. В языке, в грамматике даже. И в иврите написано «гу», то есть семя «он». Он – это мужчина будет. Будет человек мужского пола. Характерно то, что у женщины нет семени. Мы все это знаем, да? Носителем семени является мужчина. Но вынашивает это семя и дает ему жизнь, как земля, любому семени и растений. Также женщина дает жизнь посеянному в нее семени мужчины. Поэтому Хави, именно ей, Бог дает это обетование, объединяя в женщине и в мужчине обетование о Машиахе. И мы с вами начнем наше… Я такое небольшое сделаю исследование вот в этом смысле. Первая книга Маковейская, Насханука, Насханука, пятая глава. Просто у кого нету, послушайте. Значит, о чем пойдет речь? Каждый из нас, он должен четко понять, что ему делать в Боге, в теле Машиаха, что ему делать в общине. Если человек будет это не понимать, это именно то, о чем было сегодня сказано в Пароше. Он будет ходить за желанием своего сердца. Помните, мы недавно говорили об этом? Человек, который ходит за желаниями своего сердца, там Бога нет никогда. Он как бы пытается в этой жизни найти то, что ему нравится, то, что ему кажется правильным, то, что ему кажется удобным. Иногда даже кажется, что это и есть благословение. А для Иосефа было благословением сесть в тюрьму и пробыть там несколько лет. Последние два года, которые Иосеф сидел в тюрьме, последние два года, это после того, как вышел Машке, да, это в русском виночерпи. А в иврите Машке Паро это напаяющий фараона, тот, кто поит его вином. Человек, который всегда пробует вино, чтобы оно не было отравленным. У него каждый день может стать последним. И он забыл про Иосефа. Так вот, в 41 главе на иврите, если вы будете читать эту Парашу, там сказано, что с этого начинается вообще Параша, Микец, что два года дней Иосеф каждый день думал, что его уже вот выпустят из тюрьмы, потому что он же попросил. В иврите написано Шнатаем Ямав. То есть Ямим. Это значит, каждый день он считал эти дни и не знал. Вы представляете себе? Два года каждый день думает, ну, завтра меня выпустят, утром просыпается, надежда такая не выпустили. И так два года. 730 дней. Кто служил в Советской Армии, точно знает, сколько это два года. Да? От призыва до дембеля. 730 дней. Вы представляете себе? Это много. И он ждал. И вышел он тогда, когда фараону приснился сон, и из тюрьмы, это прообраз просто Машеха, Ишуа, из гроба, из самого низа, из земли, из подземли, да, прямо к престолу, второй после фараона. И для него это было благословением. Хотя это трудно вместить неверующему человеку. Итак, я читаю отрывок из пятой главы, первая Маковейская книга. Когда Иуда Маковей стал побеждать раз за разом, одерживать победы, победы, победы над врагами, над язычниками, появились люди, которые решили на этом сделать себе имя. Сейчас мы об этом поговорим. Вот послушайте. В те дни, когда Иуда и Ионафан, находясь в Галаде, и Шимон, брат его, в Галилее перед Птоломиадою, услышали Иосиф, сын Захарии и Азарий, военачальники, о славных воинских подвигах, совершенных ими. И сказали, сделаем мы себе имя, пойдем воевать с язычниками, окружающими нас. Так объявили они бывшему при них войску и пошли на Иомнию. И вышел Горгий из города, и воины его навстречу им на сражение, и обратившись в бегство, Иосиф и Азария были преследуемы до пределов Иудеи и пали в тот день из народа израильского до двух тысяч мужей. И было великое замешательство в народе израильском, потому что не послушались Иуды и братьев его, мечтая показать храбрость, тогда как они не были от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля. Но муж Иуда и братья его весьма прославились перед всем Израилем и перед всеми народами, где только слышно было имя их, и собирались к ним приветствующие. Здесь я остановлюсь. Интересный текст, правда? Знаете, на что это похоже? тогда как они не были от семени тех мужей, руке которых предоставлено спасение Израиля. Знаете, сколько было лжемесий за всю историю нашего народа по сегодняшний день? Это Машех, это Спаситель, это спасет Израиль. Но есть только одно семя духовное, которому Бог определил спасение Израиля. Другого имени нету, которым надлежало бы спастись человеком, евреям и неевреям, всем людям на этой земле. И посмотрите, на куда, насколько далеко может завести человека амбиции его, претензии. А что, Иуда побеждает? Так а мы же военачальники, он вообще из рода священников. Как это у так получается? Во Второй Маковейской книге, если вы прочитаете, как у него это получается, перед каждым сражением человек молится, наставляет людей в Божьем Слове, а потом идут воевать. И перед ними, или вместе с ними, я сегодня зачитаю один отрывок только. Ангелы Божьи воюют, охраняют Иуду, этих не охраняли. Почему это плохо? Ну, казалось бы, а что тут плохого? Ну, пойдут сразятся с язычниками, ну, в принципе, идея хорошая, правда? Но только не определил этим людям Бог это делать. Они, как написано, хотели себе имя сделать. И этим людям нужно было просто сражаться под знаменами Иуды Маковея, если они хорошие военачальники. Гордость не позволила им пойти и стать под его начало. Они сказали, так мы же вообще разбираемся в теме. сейчас мы пойдем. Две тысячи человек погибло. Первое, что здесь плохо, они подставили народ и люди погибли. Кровь этих людей на вот этих военачальниках. Потому что они не подумали о народе и о людях, они подумали о себе, меня, чтобы знали, мое имя, чтобы поднять прославить. Я для этого пойду туда на войну. Не для того, чтобы избавить Израиль, понимаете, а имя себе создать. Это очень похоже на Вавилонскую башню. Когда люди сказали, так мы построим башню и себе имя увековечим. Возлюбленные братья и сестры, сегодня огромное количество людей строят Вавилонскую башню в своей жизни, в служениях, при этом на вывеске, то есть выдают это, что они строят Царство Небесное, Царство Божье. На самом деле нет. Они строят себе имя за счет Небесного Царства. То есть представляете, да, какая большая разница между тем, чтобы действительно строить Царство Божье, трудясь или строить свою Вавилонскую башню, на которой твое имя и все это под лозунгами и вывесками строим Небесное Царство. Как проверить, вы знаете, хорошо, очень просто, любое дерево познается по плодам, но вторая как бы отрицательная вещь, которая тут есть, это дискредитация тех, кто от Бога пошел эту войну вести, понимаете? Враги теперь думают, о, так мы же можем победить их легко. Когда Иуда выходил, его боялись, от него убегали. В невероятных пропорциях сражался человек, укрепленные города брал, представьте себе, несколько тысяч воинов берут город, который стены охраняются, невероятные вещи, и когда он молится там, он говорит, Господь отцов наших, по слову которого рухнули ерехонские стены, и мы сейчас идем вот на этот город, да, то есть он уповал на Бога, который был с Израилем всегда и не собирался себе строить имя. Третий вывод, который можно сделать, авторитет человека зависит от Бога, то есть если Бог его делает, как бы строит, создает, а это будет только в том случае, если он по-настоящему будет принадлежать Богу, если он по-настоящему этот человек строит Царство Божье. Ну, мы все знаем, был момент, когда даже Ишуа все оставили, последних там 12 человек было, может помнить их по имени даже, он говорит, ну что, ребята, может и вы хотите уйти, мне говорят, не, мы с тобой, мы до конца, а до кец, мы с тобой будем. Очень важно нам иметь мудрость, чтобы мы видели, где Иуда Маковей, а где кто-то другой, где вот этот вот Иосиф, сын Захарии и Азарии. Да. Чтобы не перепутать, иначе погибнут просто люди. Каждому из нас Бог определил, вот мы все об этом хорошо знаем, правда, и говорим много, в верующих кругах же много говорят, у Бога есть план для твоей жизни. Кто слышал такое? Все слышали. У Бога есть план. Если ты в это веришь, так тебе понять надо, что это за план, иначе это будет план Б или С, то есть не то, что Бог тебе приготовил. Это раз, второе, благословение, путь твой, который приготовлен тебе Богом. Ты можешь пройти по минимуму, а можешь пройти по максимуму. Помните, да, что это такое? Благословение никогда не выглядит, как лезвие бритвы. Благословение выглядит, как примерно вот широкая такая полоса. есть нижний диапазон и верхний. Когда ты стремишься прожить свою жизнь по максимуму, в самом плохом случае, где-то в середине все это будет происходить у тебя. Но когда ты будешь думать, да мне хватит вот так, и да мне много не надо, как сегодня есть, говорят, в верующих кругах, да мне там лишь бы в Царство Божье там типа заползти, а там уже... Так как ты туда заползешь, если ты вообще мимо ползешь? То есть тот, кто по минимуму, он выпадает очень часто из полосы вот этого благословения, приготовленного человеку, Богом. И если мы верим, что для каждого из нас у Бога есть план, тогда нам нужно понять, от какого мы семени. И то, что определено нам, как семени, вот этому, да, здесь написано, стих ключевой, тогда они как не были от семени тех мужей, которым предопределено было спасти Израиль. Мы с вами, мессианские евреи, принадлежим к семени Авраама по плоти и по духу, и по плоти, и по духу. Есть которые только по плоти и по духу, есть которые только по духу. Это все семя Авраама. Что предопределено нам? Проповедовать Царство Божие, так или нет? Нам нужно идти на эту духовную войну и сражаться, как Иуда Маковей, для того, чтобы спасти еврейский народ в последние дни. Мы живем в последнее время. Наша война не против крови и плоти. У них была война против крови и плоти, которая имела духовную подоплеку. Мы же воюем не с кровью и плотью, мы воюем с духами злобы поднебесной. Этих духов полным-полно сегодня кругом, на баннерах, в интернете, в эфире. В греческом написано вот этот князь господствующий в воздухе, в греческом господствующий в эфире. Как вам? Две тысячи лет назад написано было. В эфире господствует сатан. Поэтому очень осторожно нужно пользоваться этим эфиром. И для этого нужно иметь духовные открытые глаза. Отсюда такое количество сегодня проблем. Мы призваны в духовной войне. Что это такое? Это значит победить свое или свой ЕЦРА. Победить внутри себя желание делать что-то плохо, грешить, делать неправильные вещи. Человек должен выйти на эту войну и, как Иуда Маковей, разметать просто своих врагов. Сегодня против каждого из нас и против нас всех вместе, как против общины, восстают эти духи. Вы знаете, человек или община, которые просто плывут по течению, их никто не атакует. С ними все в порядке в плане как бы врага. дьявол атакует только тех, которые что-то делают. Сатан атакует тех людей, которые для него опасны, которые активную позицию заняли, которые выходят сражаться, те, которые не выходят и там свою жизнь так, знаете, это там не переживает он за них. но воины Машеха, они наносят как бы удары по его территории. Каждый человек, который вышел из мира и стал верующим, это душа, которую Господь через вас вывел из тьмы в свет. Несмотря на то, что очень-очень успешно у них все получается, в этом плане они терпят поражение, они теряют. Ведь в итоге победит Бог. И мы с вами на стороне победителя сражаемся. Исход битвы, войны, он известен заранее, друзья. И если где-то локально, в каких-то местах еще происходят поражения, это только по нашей вине, по нашей слабости, недоработанности какой-то. Кто помнит в Писании пример в каноне, там, где вот так вот тоже пытались, как сын Захария и Азария. Кто помнит такие примеры? Ногай также точно пошли неподготовленные. Володя после заклятого это греха хана, да? Окей. Это правильно все. Есть пример один к одному, слышите? Один в один. Деяние апостола 19 глава, сын Искевы. Помните? Да, вот это, то есть, смотрите, во времена Маккаби это все было вот-вот. А в Новом Завете Деяния апостолов люди тоже решили, о, так мы пойдем, мы на этом будем сейчас еще зарабатывать, будем бесов выгонять, сейчас мы... И они заклинали именем Ищуа бесов, помните? Пока не нарвались вот на такого горке, как здесь. Я сейчас зачитаю вам этот текст, чтобы освежить памяти. Деяния апостолов, 19 глава. Очень похоже, ведь мы говорим о духовном семене, правда? И это духовный принцип, который работает. 13 стих, ну, вообще 15-17, ну, с 13-го, даже некоторые из китайскихся иудейских заклинателей, видите, заклинатели, стали употреблять над имеющих злых духов имя Господа Ищуа, говоря, заклинаем вас Ищуа, которого Павел проповедует. Слышите, которого Павел проповедует. Они не имели Ищуа внутри себя. Это не их был Господь, это не было их частью жизни и выбором. Они не были из этого семени, другими словами. Понимаете, да, момент вот какой здесь? Очень интересный. Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ, «Ешуа знаю и Павел мне известный, а вы кто такие? И бросился на них человек, которым был злой дух и одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома». Один к одному, правда? И эти решили, «Ой, сейчас пойдем мы язычников побеждать». Ну да. Только вы не из этого семени. Я хочу, чтобы мы с вами могли понять, какому мы семени принадлежим. Какое семя внутри тебя? Ты сам какое семя? Когда мы это поймем, у нас жизнь станет в Боге благословенной и успешной. Сегодня, когда молился брат, он сказал в молитве, что пускай через дары Святого Духа созидается община. А вы представьте себе, что человек не будет служить тем даром, который ему определил Бог. А вот вот это мне нравится, я вот это хочу. Подожди, но у тебя это неинтересно. Вот это хочу. Хочу так. И все. И сразу выпадает человек из Божьего плана. Почему? А Бог будет ждать, пока он не поймет. То есть Бог уже ему определил что-то. Получается, человек лучше знает, чем Бог, где ему заниматься, чем ему заниматься. все все. Все это сегодня звучало в Порошадь Шаму. Все это, друзья, амбиции и гордость житейская, которой сегодня страдает невероятно много людей. У кого-то вяла текущая форма болезни, а у кого-то прогрессирующая. По-разному бывает. Но из любой стадии можно выздороветь, если исповедоваться Богу. Если сказать просто Господи, да что я делаю? Я же просто на погибель веду других людей, сам иду. Что же я делаю? Мы же всех прекрасно знаем, в чем проблема основная. Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Послушайте, это было написано почти две тысячи лет назад апостолом Иоанном. Первое послание, вторая глава. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И как тогда, так и сегодня, на этом сатан ловит всех. Три капкана, и все три работают всегда. не работают только по отношению к тому человеку, который обходит эти капканы стороной, понимая, что то, что ему кажется хорошим, на самом деле, для него погибель. и наоборот. Хороший пример из Пороши Микец. Братья продали в рабство. Ну, считай, стерли из своей жизни человека. Ну, где он может всплыть вообще? Представьте, да? Продали измаильтянам караван, теперь и продали. Попал в итоге в Египет. Вообще забыли про него на много лет. Так или нет? А потом Бог все так сделал, что они к нему домой попали. Не просто в страну, а в этой стране уже он управлял процессами. Как сказано на Татиотха. Это, как, знаете, дал тебя в благословение своему народу или этой земле. Текст из второй книги Маковейской, где очень красиво и хорошо описано, каким образом Иуда одерживал победы. Почему он одерживал эти победы? Что интересно, он же в конце в итоге погиб в сражении. То есть это был его путь. Это тоже было его время. Очень часто люди, следуя ложным доктринам, которые культивированы были за многие столетия в верующих кругах, не понимают по-настоящему ни путей Божьих, ни благословений, в каких местах эти благословения есть. Приведу пример. Пророк Элиша, Елисей в русской версии, накормил сто человек, пять лепешек потратил на это. Спас от отравления людей. Топор всплывал из реки по молитве этого человека. По сухому Иордан переходил. Мертвого хоронили, уронили случайно на его кости, ударился об кости Елисея, уже мертвого ожил. А умер от чего Елисей? Правильно. А умер-то от болезни. Так что, он слабый пророк? Так что, он не мог себя исцелить? Не мог помолиться? Вспомним, давайте, Новый Завет, когда Ишуа говорят. Ишуа, когда говорит, да, верно, ваша пословица, врач, исцели себя. Да? Но она не работает, эта мирская пословица, вот в чем проблема. И Лиша был величайшим пророком, на нем Духа Святого было в два раза больше, чем на Илья Гуанови. И умер от болезни. Казалось бы, а что Бог говорит в нашу жизнь через это? Сегодня кто-то думает, если кто-то заболел или умер от болезни, о, точно под проклятием. Еще раз повторяю, это все издержки Евангелия благосостояния. когда людям внушали, что они должны быть здоровыми и богатыми. И те, кто это внушают, просто не стригут овец, а вместе с кожей сдирают эту шерсть, понимаете, так что мертвые только остаются. И еще раз повторяю, это все лжеучения, которые до сих пор где-то, если не звучат открыто, я не знаю, может и да, но вот они как-то, знаете, как атовизмы остались в умах, в сердцах людей и некоторые там какую-то надежду питают. Когда мы читаем Евангелие, в чем было благословение? Вспомните, Ишуа говорит, кто ты, пойдешь за мной, у птиц есть гнезда, у лисиц есть норы, у меня даже негде поспать, вот на улице на камне сплю, ну давай, оставьте дома, оставьте семьи, он говорит. В чем благословение? Раби Шауль говорит, мы как прах, который ветер носит сюда-туда, мы вообще, нас ни за людей никто не считает, да? Раби Шауль это говорит. Вы знаете, что интересно? В конце книги Диане Апостолов, когда Павел приходит в один город, и он говорит, соберите всех иудеев знатных, все собрались, его знали хорошо, он был авторитет, не имея ничего, имея только доброе имя в Боге. И по сегодняшний день, через две тысячи лет, нету, наверное, человека, который не знал бы Павла по имени, включая наших ортодоксальных братьев-евреев. все его знают. Такой труд сделал человек. Ни дома, ни день, вообще ничего, вроде бы, да? То есть, в глазах этого мира человек не кажется успешным. Когда читаешь его речь, он говорит, в море тонул, бандиты нападали, голод, холод, всю дорогу, умер молодым относительно, около 60, 50, плюс 56, 58, точно неизвестно доподлинно, ну так. Палками били, плеткой били, видит плохо, глаза не работают уже, еле ходит, ноги, хромает. Ну, представьте, калека просто. Но он заходит в синагогу, он начинает говорить, еле течет с неба. Сердце такое. Мудрость такая. Понимание священных писаний. На этой земле самое ценное это Тора, друзья. Нету ничего более ценного. Нету. Только Божье Слово. И те, кто его могут объяснять и толковать сегодня, вот в наше время, как бы вообще не в почете эти люди. Да, ну, сегодня век технологий, прогресса, интернета, ютюба и еще там какие-то есть слова другие. Это авторитет сегодня. В нашей общении еще, слава Богу, вот мы, да, держимся традицией, читаем, вот, я про свиток уже промолчу, ну, по крайней мере, вот, Библии у нас, да, и, а сейчас в других общинах Библии не надо носить. И мне тоже, кстати, тут предлагали, а что ты на этот, вот, раз там стихи высвечивать, ну, чтобы удобно было, что удобно было, чтобы Библию не носили с собой, не пойду я на это. Надо с собой иметь эту книгу носить. все носят, сумки попроверяю сейчас у людей, все там есть, бутылка воды, чтобы не умер от жажды, косметички у сестер, у братьев там, тушенка, не знаю, что еще с собой, еда какая-то, вещи нужные. У всех у нас вон сумки, и там в этой сумке что-то есть, права, документы, очки, так или нет? А Библия у тебя есть? Есть в телефоне. Слушай, телефон упал, и все, и нет у тебя Библии. А эта Библия, даже если упадет, семь раз, семь раз поднимется. Так или нет? И буквы не смоешь. Давайте не будем бояться быть пережитками прошлого. Давайте чувствовать себя, ну вот любят так говорить, мастодонтами, знаете, а что, неплохо в принципе динозавром быть. Кожа толстая, здоровый. Там даже если стрелять по тебе начнут чем-то, ну там что-то где-то шаркнуло, не страшно. Вторая Маковейская книга, десятая глава, тут описывается много таких вот упорных сражений. С 29 стиха. Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали иудеям. Они взяли Маковея в середину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали. Побито было двадцать тысяч пятьсот пеших и шестьсот конных. Амин. Понимаете, когда ты принадлежишь семени, которому определено, чтобы через тебя спасался Израиль, иди, проповедуй, не бойся, говори вовремя и не вовремя. Господь пошлет ангелов своих, они тебя возьмут под свое всеоружие. Так и написано здесь, под свое всеоружие. Посланник Ефесянам в шестой главе мы тоже читаем о всеоружии Божьем для человека. Но оказывается, если ты уже одет в это всеоружие, а тебе еще с неба помощь, будешь как Иуда Маковей. Я понимаю, не все захотят погибнуть в сражении, но если мы говорим о плане Божьем, вы знаете, человек, который полностью исполнил на земле предназначение, вот то, для чего он родился в этот мир, он всегда умирает насыщенный днями, даже если это произошло как Сишуа в 33 с половиной года, он умер насыщенный днями земными. Вообще трудно себе представить старика на кресте, правда? Агнец Божий, он должен быть молодым, крепким, здоровым, без изъянов, полной жизни, что называется. Вот все это дает нам осознание. Поэтому не нужно нам быть теми, кеми мы не родились в этот мир. Нам понять нужно, кто мы, кто мы. И нам выпало это благословение проповедовать в Израиле евреям, своему народу. Тяжело? Конечно, тяжело. Почитайте маковейские книги. Иуде тоже было тяжело маковею, брату его Иоханану, и после него еще там Шимон, третий брат. Только при третьем брате Шимоне установились мирные дни в Израиле, и было хорошо всем. Но обеспечили это все предыдущее поколение, то есть старшее. И он был первосвященником, Шимон. В русской версии Симон. Симон. Настоящее духовное семя это семя Ишо. И нам сегодня нужно исполнять заповеди его. Нам сегодня нужно продолжить в эти последние дни его дело, проповедь Евангелия по всем городам, по всей еврейской нашей земле. Представляете, какая честь, какое благословение. У меня большое желание есть потрясти хорошенько, чтобы пробудились мы немножко канати, когда годы проходят. В следующем году 20 лет уже нашей общине будет. Вроде немало, да, но с другой стороны не так много. Но вот годы проходят и если внимательно посмотреть, некоторые как бы жирком заплывают, лениться начинают, позволяют себе расслабиться. но если ты еще здесь, если ты еще живой, чего ты вдруг решил? в Израиль я когда приехал в Израиль было 62 года шли на пенсию, а сейчас во сколько? 67, у меня 15 осталось. Я думаю, пока эти 15 пройдут, 70 будет. Но давайте не будем просто расслабляться. Понимаете, жизнь в Боге это активная позиция. Жизнь в Боге, мы же говорили с вами, когда ты даже в старости сочный, вот это жизнь в Боге. Зачем самому себе перекрывать воду или кислород? В этом нету хорошо. В этом нету добра. Поэтому, друзья, пускай Господь нас благословит, чтобы мы были крепкими, здоровыми, чтобы мы были семенем духовным, призванным к этим войнам. И вот в эти дни Хануки, завтра последний день Хануки, завтра, не слышу, послезавтра последняя свеча Махар Шева. Я говорю, завтра последняя свеча есть, восемь вечером зажигают. Мы же дома каждый день зажигаем, или я где-то ошибся, думаю. Всегда меня кто-то хочет, но я нет. Это хорошо на самом деле, да, у нас каждый год, а когда у нас имха Тура? 20-го или 21-го, а когда все? Ну, и с Ханукой так же. А справа или слева поджигать? А что в Библии написано? Поджигать и все. Это все вопросы из области, а цицит какого цвета должен быть? Ну, описано Тхелет, да? А чего не красят? Так и нечем красить. А в Библии же не написано, чем красить. Традиция, говорит, Хиллазон. Ладно. Я хочу всех нас благословить в эти дни Хануки. Пусть Бог благословит нас. Просто помните, какое это благословение. Да, вот жить в этой стране, где реально все это есть, работает. Пасха, вот Песах, Ханука, Пурим. Каждый раз можно это все читать, переживать, на память учить, знать это все. Разве это плохо? Слава Богу. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, благодарим Тебя и славим за мир Твой, за благодать. Спасибо, мой Бог, за то, что Ты даровал победу Отцам нашим, за то, что в дни Хануки явил чудо Твое. Спасибо Тебе, мой Бог, что каждый год 25-го Кислева мы можем праздновать эти восемь дней по принципу праздника кущей. Да будет имя Твое благословенно в народе Твоем. Спасибо за ханукальное чудо и чудеса, которые Ты творил в сражениях через Иуду Маковея. Благодарим Тебя за то, что через немногих, но верных Тебе, Ты спасал всегда Израиль. Через Мардыхая в дни Пурима, через Иуду Макаби, в дни Хануки, через Ешуа Машиаха, Песах. Благодарим Тебя, Господь, за все эти дни, за все эти праздники, за то, что мы можем переживать их и проживать эти праздники, а не просто знать о них что-то. Спасибо, мой Бог. Пусть имя Твое будет благословено во имя Ешуа. Амин. Помолимся, Кадиш.